Раньше здесь были кусты и мусор, сейчас здесь подмостовой переход. Под пролетом Соковского моста изношенный лестничный сход отремонтировали и расширили. Убрали недействующую теплотрассу и ее опоры под пролетом. Восстановили асфальтобетонное покрытие и соорудили навес. Переход получился широкий и удобный. Пешеходный переход соответствует всем необходимым нормам. Я думаю, что мы здесь добились следующих моментов. Первое – безопасность. Второе – улучшение транспортной ситуации на этом участке дороги. И третье – это, конечно же, возможность устроить новый пешеходный переход, который, в общем, там было, честно говоря, место совершенно разрушенное. Сегодня мы видим, что там благоустроена часть нашего города. Подмостовой переход был неофициально открыт уже пару недель, но им никто не пользовался. Не было необходимости. Теперь она появилась. В течение дня рабочие устанавливали ограду светофорного объекта на перекрестке Шереметьевского проспекта с улицы 8 Марта. Больше переходить дорогу там нельзя. Наземный пешеходный переход на светофорном объекте, на данном перекрестке, решили его закрыть, чтобы обезопасить людей, чтобы не попадали под колеса автомобилей. А еще тем самым, будем так говорить, увеличили пропускную способность для транспортных средств. Больше времени стал разрешительный сигнал зеленый по прямому направлению по Шереметьевскому проспекту. И также выезд с улицы 8 Марта на Шереметьевский проспект. Непопулярен был этот переход еще и потому, что там было страшно ходить, темно и безлюдно. И эта проблема решена. В переходе установлены камеры видеонаблюдения и освещения. Всего в городе работает 122 камеры видеофиксации. Изображение со всех передается на пульт единой службы полиции. Это позволило нам в этих местах значительно снизить криминальную активность. И охрана общественного порядка там находится на сегодняшний день на должном уровне. Кстати, праздничные мероприятия, там где будут проходить центральные елки, праздничные мероприятия, они все находятся под видеонаблюдением. Изображение хорошего разрешения позволит увидеть лица предполагаемых нарушителей общественного спокойствия. При сигнале дежурного на место происшествия отправится экипаж полиции. Теперь украсть плитку в основании монумента безнаказанно не удастся.